Он любил веселье и не знал границ жажде славы. Был страстным строителем и пылким любовником. Он олицетворял эпоху барокко, как никакой другой немец. Август Сильный был курфюрстом саксонским, королем польским и отцом, в основном, внебрачных детей. Графиня, ваш взгляд должен быть на одной линии с вашей рукой. Превосходно! Вы очаровательны! Я с удовольствием покажу вам еще раз. Не забывайте, что моя рука не так сильна, как ваша, Сир. Это опасное оружие, созданное не для такой слабой женщины, как я. Не говори так, графиня. Однако я должен просить вас пощадить моих слуг. Сир? Прошу простить. Что у вас? Поляки вновь поднимают восстание? Или на этот раз литовцы? Нет. Ну, значит, прусаки планируют меня убить. Сюда едет графиня Козырь, ваше величество. О, это плохо. Нельзя ли побыстрее? Почему ты не едешь быстрее? Для чего тебе кнут? Мне нужно прочь из Варшавы. Вы хотите бежать? От женщины? Ваше величество. Вы не знаете графиню Козырь? Вы правы, Флеминг. Задействуйте все. Возьмите моих драгун. Козырь нужно перехватить. При великим удовольствии, ваше величество. Август Сильный одновременно был курфюрстом саксонским и королем польским. Его саксонская фаворитка графиня Козырь не желала мириться с необходимостью делить своего Августа с его польской любовницей, графиней Дэнгофф. Флеминг, могущественный министр Августа, всеми силами хотел помешать конфронтации дворов в Дрездене и Варшаве. Вмешательство женщин в политику было нередким в эпоху Барокко. Королевские любовные интриги могли быстро обернуться государственным кризисом. Мне нужно к королю, и вам меня не остановить. Сегодня вы уже вторая прекрасная дама, которая хочет меня застрелить. У меня рука не дрогнет. Август Сильный – создатель барочного Дрездена. Флоренции на Эльве, как этот город позже, с восхищением будут называть. В первой половине 17 века Дрезден с более чем 40 тысячами жителей был одним из самых больших немецких городов. Долгое время утонченная дрезденская архитектура была единственной в своем роде в Священной Римской империи. Это пример того, как местные правители выражали свои претензии на господство. Легендарная княжеская процессия в Дрездене рассказывает историю саксонской династией Веттинов. Сначала курфюрстом стал старший брат Августа. Чистолюбивый младший брат играл лишь второстепенную роль. Это, однако, продлилось недолго. Брату Августа было всего лишь 25 лет, когда он заболел оспой. Молодой курфюрст заразился от своей фаворитки. В строгой лютеранской саксонии это сочлик карой божьей. У брата не было законных детей-наследников. В случае его смерти дорога для Августа будет открыта. Он больше не дышит. В апреле 1694 года в Саксонии неожиданно появился новый курфюрст. Ваш брат отошел в лучший мир. Ваша курфюршеская светлость. Бог привел вас к вершине земных устремлений. К вершине? Это только начало. Амбиции Августа были огромны. Он хотел стать королем. Но какой страны? Большинство корон были уже заняты. Корону Священной Римской империи германской нации носил Леопольд I. По закону, подданным этого правителя из династии Габсбургов считался и саксонский курфюрст. Самой могущественной монархией Европы тогда была Франция. В то время как Германия была раздроблена на множество мелких княжеств, которые объединяло лишь одно. Все их правители стремились быть похожими на французского короля. Его дворец Версаль тогда был политическим и культурным центром западного мира. Символ Солнца был здесь вездесущ. Этот дворец – идеальное воплощение абсолютизма, неограниченной власти монарха. Будто вокруг неподвижной звезды все здесь вращается вокруг одной персоны – Людовика XIV, короля Солнца, самого могущественного правителя своего времени. Август тогда был не единственным монархом в Европе, пораженным великолепием французского двора. Людовик XIV был законодателем вкусов. Все, что мы сегодня считаем духом того времени, демонстрировалось при французском дворе. Те, кому доводилось в нем останавливаться, были буквально заражены французской придворной культурой и французской государственной идеей. По крайней мере, среди своих подданных молодой курфюрс Саксонский был чрезвычайно популярен. Было немало тех, кто считал, что Август уже только благодаря своей физической силе был призван совершить великие дела. Его демонстрации силы были легендарны. Вон ту потолще. Пожалуйста. Ради чего все это? Ради женских сердец. Благодарю, Ваше Величество. Предполагаемое доказательство силы Августа по сей день хранится в Дрезденской оружейной палате. Август был прозван сильным не из-за того, что он был особенно успешным полководцем, как можно было бы подумать. Совсем наоборот. Имелись в виду телесные силы во всех смыслах. В том числе и в постели. Он имел импозантную внешность в полном соответствии со вкусами той эпохи. По меркам его времени он был необычайно высок и обладал значительным весом. Август ничуть не стеснялся своих лишних фунтов. Наоборот. Излишняя полнота в эпоху барокко была символом достатка и власти. Быть толстым считалось не постыдным, а эротичным. Одно время саксонский правитель весил 260 саксонских фунтов. Более 120 килограмм. Ну и что же показывают весы? Вы поправились на 20 саксонских фунтов, Сир. Восхитительно! Браво! Хвала Господу! Превосходно! Август приказывает аккуратно записывать свои фунты в книгу учета веса. Вероятно, он думал, что с массой его тела рос и его политический вес. А также сила его мужского притяжения. Однако, не всем матрессам при саксонском дворе этот пылкий салай был по душе. Например, шведка Аврора фон Кёнигсмарк дала это понять Курфюрсту. Не хотите ли вы? Вы, без сомнения, сильные, но недостаточно искусные. Вам еще многому нужно научиться. Попробуй пойми вас, женщин. Вы хотите понять женщин? Тогда сперва вложите в нужный свою саблю, Сир. Не бросайтесь сразу в атаку. Мы, женщины, предпочитаем нежные покалывания. Во время 30-летней войны придворные манеры опустились. Начали сморкаться вот так. Но тут появилась фаворитка и стала заботиться о приличиях, достоинстве и вежливости. Тогда сморкаться стали уже вот так, есть с ножом и вилкой, и начали вести себя сообразно тому, как мы сегодня понимаем слово «вежливость». Пропускать в открытую дверь, не толкаться – обо всем этом позаботилась фаворитка. Приличие и достоинство – в этом она видела свою задачу. У Августа была еще и супруга – Эберхардина, принцесса Байройская. В народе из-за глубокой набожности ее называли «молитвенным столпом Саксонии». От которой из ваших девочек вы явились? От фон Кёнигсмарк, фон Эстерле или от одной из этих безымянных простолюдинок? Вы простите мне, что я не в курсе дела. Я пришел с собрания тайного совета. У французского короля было гораздо больше фаворитов, чем у меня, по крайней мере, до тех пор, пока он не стал богомольцем. Огради меня, Господь, от такой участи. У Августа Сильного, предположительно, было более 120 любовниц. Легенда это или нет? Но народная молва приписывала ему более 300 детей. Однако в исторических источниках упоминаются только 9 его отпрысков. И лишь один единственный появился в браке с Курфюрстиной Эберхардиной. Маленький Фридрих Август, по крайней мере, обеспечивал престолонаследие. Его отец мечтал о том, чтобы наконец-то стать королем. Август Сильный делал все ради того, чтобы получить главное – корону. А корону он хотел, потому что это одним махом вознесло бы его высшую категорию европейских монархов. В июне 1696 года умирает польский король Ян Собеский. Август планировал заявить себя в качестве преемника и обеспечить свое избрание польской шляхтой. Однако у него был сильный конкурент – французский принц Конти, которого поддерживал король солнца собственной персоной. Из Франции и Саксонии в Польшу текли огромные суммы взяток. Вопрос был в том, кто предложит больше. В конце концов, саксонский Курфюрст наполнил карманы польской шляхты более чем двумя миллионами гульденов. Можно ли с точки зрения морали осуждать эти взятки? Невозможно представить себе эту игру без них. Все равно, что играть в преферанс без взяток. Однако стать польским королем мог только католик. Патону протестанта Август меняет конфессию. Он не испытывал по этому поводу угрызений совести. Но его жена разделяла возмущение большинства саксонцев. Где мой сын? Он в безопасности. Его мать позаботится о том, чтобы принц не испил ни капли того католического яда, что стал течь в ваших жилах. Ваши предки когда-то защитили Мартина Лютера от папских приспешников. Они дали истинной вере первое пристанище на земле, а вы... Пути княжеской четы отныне разойдутся навсегда. Эберхардина найдет пристанище в одной из отдаленных резиденций, больше никогда не вернется в Дрезден. Саксонцы были возмущены. Просто потрясены. Это стало невероятным скандалом, когда об этом стало известно. Из страха перед этим Август перешел в католичество тайно. И только когда политическая цель была достигнута, информация о переходе была распространена. То, что его жена никогда не переходила в католичество и не стала из-за этого польской королевой, показывает, что в Саксоне этот шаг так и не был принят. Однако перспектива получить королевский титул сняла все сомнения. Августу удалось решить выборы польского короля в свою пользу. Он привлек на свою сторону собрание шляхты с помощью денег и обещаний. В Вавиле, польском королевском замке в Кракове, Август в декабре 1697 года принимает корону. В течение многих столетий польским монархам при коронации передавался этот меч — легендарный Щербец. Он не был символом настоящей власти. В Польше последнее слово оставалось за шляхтой. Однако блистательный титул был Августу все же обеспечен. И он желал это продемонстрировать, чтобы могущественные европейские монархи стали считать его равным себе. Оружейная палата — это один из 12 всемирно известных музеев Государственного собрания искусств Дрездена, где сегодня доступно наследие Августа Сильного и его преемников. Эти позолоченные доспехи Август носил по торжественным случаям. Но эпоха рыцарей в конце 17 века давно уже была позади. Тот, кто, как и Август, хотел показать свое военное превосходство, нуждался в солдатах, пушках и сильных союзниках. К северу от Саксонии поднимался серьезный соперник. В Берлине правил курфюрст Фридрик Бранденбургский, имевший под своей властью всю Пруссию. Он питал амбиции превращения своего пока еще провинциального города в настоящую столицу. Фридрик завидовал короне своего быстро возвышавшегося соседа. Как и Август, он тоже хотел быть не только курфюрстом, но и королем. Отношения двух монархов были натянутыми. Тем не менее, Август хотел привлечь Гогенцоллерна для совместного военного похода. Что вы думаете относительно моего предложения? Совместная война против шведского короля? Под предводительством польского короля? В союзе с датским королем и русским царем? Сколько королей! Как простой курфюрст, я же просто не достоин честью участвовать в столь блистательном походе. Ведь вы наверняка в состоянии победить и без меня. Неужели для вас не заманчивы виды на честь и славу? Мне кажется, вас интересовало, как делают фарфор, а не как его бьют. А я слышал, вас интересовало, как делают королей. Король Пруссии. Вы ведь желали бы этот титул? При дворе многое болтают. Но с чего бы в Саксонии быть лучшему фарфору, чем в Пруссии? Северная война началась в 1700 году без прусского участия. Шведские войска учиняли саксонцам одно поражение за другим. Они захватывают Польшу и уничтожают в феврале 1706 года последнюю оставшуюся саксонскую армию. И это было еще не все. Шведы вступают даже на территорию Саксонии и оккупируют родину Августа. Они диктуют унизительный мир и финансово обескровливают страну. Август был лишен польской короны. Прусский сосед испытывал к нему мало сочувствия. Фридрих II однажды говорил, что Саксония как мешок луки. Даже если он пуст, то ударишь по нему и все равно еще что-то из него выбьешь. Так, видимо, тогда казалось. В Пруссии же, этой песочнице Священной Римской империи, ничего ведь не было. У них действительно была лишь только армия. Поэтому даже после поражения Август не собирался сдаваться и переключился на новые завоевания. С пустыми ведрами направо и наливайте до краев. Благодаря пожару в центре Дрездена в его жизни произошел судьбоносный поворот. Август встречает Анну Констанцию фон Хойн, позже ставшую графиней Козель. Воды! Нам нужно больше воды! Быстрее! Чего расселись? Мне что, самому помогать? Прочь отсюда, сгореть хочешь? Сир! Вы разрешите мне вернуть вам вашего храброго слугу? Как он осмелился показаться мне на глаза. Вы должны ему простить, Сир. Этот бедняга ничего не смог бы сделать. Огонь, как любовь, он следует своим собственным законам, как вам известно. Вынужден вам возразить, баронесса. Вы можете повелевать и огнем, и любовью. Когда Козель завершала свой туалет в тот вечер, загорелись обои в ее гардеробной. И выгорел весь дом, в котором она жила. Сбежался весь Дрезден. Приехал даже король Август и увидел красивую женщину, распоряжавшуюся мужчинами с ведрами. И тут хлоп, все случилось. Несмотря на все поражения, Саксония испокон веков была одной из самых развитых стран Европы. Торговля, ремесла и в первую очередь добыча серебра обеспечивали хорошую экономическую ситуацию. Лейпцигская ярмарка стала привлекательным центром торговли между Востоком и Западом. Сам Август своими умными решениями тоже приложил руку к этому экономическому чуду, сделанному в Саксонии. Саксония всегда была одной из самых богатых немецких земель. Это было связано с полезными ископаемыми, что имелись здесь и с очень большой долей городского населения, с высокопродуктивным хозяйством. Это был, как сказали бы сегодня, один из центров экономической активности. И, по крайней мере, с Августом Сильным она начала претендовать на роль в ансамбле европейских держав. Для этого, похоже, все средства были хороши. В крепости Альбрехсбург в Майсене Август заточил одного ученика-аптекаря, вывезенного из Берлина. Иоганн Фридрих Бёдгер похвалялся тем, что мог производить золото. Курфюрст хотел заиметь такой талант и проверить его делом на бессрочной основе. Сколько мы его уже тут держим? Пять лет, сир. За такое долгое время он уже, наверное, произвел для нас много золота. При всем уважении, сир, ничего. Этот человек мошенник. Тогда надо его повесить, Флеминг. Пожалуйста, сир. Я работаю над нечим совершенно новым. И я почти у цели. Настоящий фарфор. Настоящий фарфор из Саксонии. Настоящий фарфор привозят из Китая. У Его Величества уже есть фарфор исключительного качества и чистоты. Фарфор. Это мой первый опыт, сир. Он еще станет белым. Если у меня получится. Вы меня освободите, сир. Разумеется. Что он себя только возомнил. Удвойте караул. Фарфор. Фарфор. Белое золото. Белое золото, созданное человеческими руками. Августу пришла в голову умная мысль свести вместе увлеченного экспериментатора Бютгера и своего талантливейшего ученого Эрен Фрида Вальтера фон Чернхауза. Им удалось то, что в Европе не посчастливилось сделать еще никому. Это было спасением для государственной казны Августа. Майсенским экспериментаторам хотя и не удалось получить золото, но нечто, что в те времена было столь же ценно. Фарфор с перекрещенными мечами всемирно известен по сей день. В Майсенской мануфактуре и сегодня работают по сохранившимся старинным рецептурам и образцам, производя дорогие предметы роскоши. Для Августа, однако, фарфор представлял из себя нечто большее, чем источник дохода. Это была чистая и вечная красота. Но фарфор был не единственной страстью саксонского курфюрста. Графиня-козырь была особенно любима и дорога ему. И она умела искусно дозировать свою благосклонность. Почему же ваш огонь совершенно угас? А почему вы столь мало идете навстречу моим скромным пожеланиям, сир? Я возвел вас в титул имперской графини. Ну да, но не княгиня. Император мне этого никогда бы не позволил. А как насчет моего апонажа? У вас ведь совсем неплохое годовое содержание. Но признайте, оно ниже, чем у вашей супруги. Я распоряжусь повысить. А как насчет обещания сделать меня вашей женой, если королева вдруг отойдет в мир иной? Я ведь уже дал его вам. И правда. Я ведь очень забывчива. Было бы лучше, если бы вы дали мне его письменно. Недурно. Графиня Козырь была при нем уже почти 10 лет. Она родила ему троих детей. Неудивительно, что теперь она хотела быть не просто фавориткой. Королевское обещание женитьбы было твердым залогом в ее руках, который еще сослужит Августу дурную службу. Несмотря на поражение в войне, для Саксонии и ее столицы началось золотое время. В Дрездене царил настоящий строительный бум. Строилась протестантская церковь Богородицы. Даже ставший католиком Август серьезно вкладывается в строительство этого величественного сооружения, чтобы примирить саксонских протестантов с ним, монархом. По замечанию одного иностранного гостя, в эти годы Дрезден становится одним из самых великолепных городов-резиденций мира. Строится и легендарный Цвингер. Здесь Курфюрст устраивал празднество, о котором говорила вся Европа. Позже эту эпоху станут называть по имени ее основателя. Августинской. Собрание фарфоров Цвингере единственное в своем роде в мире. Белое и настоящее золото, полностью дополняющий друг друга. Зеленый свод, саксонская сокровищница, тоже по сей день остается непревзойденной в своей утонченной роскоши. Однако то, что сегодня выглядит безмерным расточительством, тогда было просчитанным шагом. Поляки были так поражены великолепием саксонского княжеского двора, что предложили Августу корону, на этот раз по собственной воле. Экономический подъем Саксонии должен был охватить и соседнюю страну. Очевидно, что как тогда, так и сейчас, искусство лучше укрепляет экономику, чем военная политика. Последняя создает ценности, которые довольно быстро улетучиваются, как это, например, произошло в Пруссии. Вспомните драгунские вазы. Знаменитый обмен полка «Драгун», который оказался больше не нужен, на большое количество фарфора. Этого полка нет уже много столетий, а вазы существуют и сегодня. В охотничьем замке Морисбург у ворот Дрездена Август вместе с сиятельными гостями со всего света больше всего любил проводить время. В окружении одного из самых больших собраний охотничьих трофеев в Европе он устраивал роскошные обеды. Здесь он представал еще более непринужденным, чем в Дрезденской резиденции. В расслабленной обстановке придворные открыто могли высказывать свое мнение. В том числе творчески обсуждались вопросы денежного содержания с учетом пустейшей королевской кассы. По секрету, сир, должен признать, что я не знаю, где мне раздобыть деньги на выплату годового содержания графини Козель. Назовите мне сумму. Сто тысяч таллеров. Граф Флеминг, вы мой высший чиновник. Каково ваше жалование? Четыре тысячи таллеров, сир. Козель большую часть тратит на украшения. Вам они были бы не к лицу, Флеминг. Не хотите ли присесть к нам, графиня? С удовольствием. Я только что узнал, что наша касса пуста. О, я знаю, почему ваша касса пуста, сир. Вы думаете, из-за меня? О! Этот кусочек льда подобен саксонским налоговым доходам. Козель надавила на больное место. Ведь знать в то время не только не платила налогов, но и забирала себе их часть. Доходы проходят через много рук, как этот кусочек льда. Вот почему они успевают растаять, пока попадут в ваши. Август Сильный старался действовать в обход земств, которые должны были давать свое согласие на рост некоторых налогов, что удавалось ему очень успешно. Ведя общий аксесс на потребление, он придумал нечто вроде современного налога на добавленную стоимость. Можно сказать, что он может считаться изобретателем налога на добавленную стоимость в Германии. Лозунг Августа гласил, «Каждый талер, который я трачу, возвращается ко мне трижды. Зачем нужна война, если с помощью торговли можно заработать больше?» Как курфюрсту саксонскому и королю польскому, ему приходилось совмещать несовместимое. Соседняя страна требовала от своего монарха большего участия. То, что Август начал в Дрездене, должно было быть продолжено на польской земле. Теперь он устраивает шумные празднества в своей варшавской резиденции, в качестве символа культурной общности. Нечасто отношения между немцами и поляками были столь гармоничны, как в те барочные времена. Чтобы укрепить отношения двух стран, Август устраивает множество немецко-польских браков. По мнению польской шляхты, Августу, однако, не достает главного. Польки, при нем. Она-то ему однажды и встретится, не только по воле случая. Вы самая прекрасная жемчужина при дворе. Вы очень любезный, Сир. Премьер-министр просто купил графиню Денгов в Варшаве, заплатив ее матери. Это была большая, очень знатная семья, у которой не осталось денег. Встречу графини Денгов с королем специально организовали, он переспал с ней, а потом был очень удивлен, что весь двор говорил об этом и о том, что теперь у него новая фаворитка. Девятнадцатилетняя маршальская дочь была замужем за графом Денгов. Для Августа это не было препятствием, а ее мужу пришлось смириться. Говорят, что вы не только очень сильный, но и очень искусный. Люди льстят мне, графиня. Вам нужно убедиться лично. Ну что же скажут в Дрездене? Дрезден далеко. Однако из Дрездена уже спешила одна карета, подгоняемая графиней Козырь, чтобы потребовать соблюдения своих прав как фаворитки. Что вы жалеете своих кляч? Стойте! Именем короля. Август ведь обещал ей, что любит только ее и даже женится на ней, если его жена умрет. О, графиня Козырь! Мне нужно королю, и вам меня не остановить. Сегодня вы уже вторая прекрасная дама, которая хочет меня застрелить. У меня рука не дрогнет. С помощью пистолета вы не вернете любовь короля. Король будет всегда любить меня и только меня. Это записано черным по белому. До убитого министра никому не будет дела. Однако вы затеваете опасную игру. То, что вы говорите, это государственная измена. Забудьте эту несчастную бумагу. Если вы лишитесь головы, то ваша прекрасная тонкая шея многое потеряет от своей обворожительной силы. Дама пожелала вернуться в Дрезден. Польский климат оказался вам не понутру. Август ссылает Козырь в ее собственное поместье, замок Пильмис, близ Дрездена. Здесь она могла бы вести беззаботную жизнь в роскоши. Графиня, однако, осмеливается на опасный шаг. Она бежит в соседнюю Пруссию. Август чел это личным оскорблением. Ведь Козырь могла выдать его унизительную тайну. Обещание жениться. Это дворец Шарлоттенбург, близ Берлина. Пруссия получает от Августа Сильного требование выдать Козырь. Чтобы не омрачать отношения с Саксонией из-за какой-то митрессы, Фридрих Вильгельм I, известный как Король-Солдат, соглашается на это. Называет, однако, цену. Обмен беглянки на прусских дезертиров в Саксонии. Август дает свое согласие. На Рождество 1716 года графиня Козырь попадает в заточение в строго охраняемую крепость Штольпен на востоке Саксонии. Это необыкновенное место, по сей день являющееся единственным в своем роде свидетельством глубины падения бывшей фаворитки. Козырь пробыла в заточении 49 лет. Она осталась в заточении, когда умер Август, продолжала быть в заточении, когда умер его сын, и даже когда была расформирована сама крепость. Не было уже никого, кто хотел, чтобы она была в заточении, но не было и никого, кто бы решился ее отпустить. Управляющие крепостью продолжали обеспечивать ее охрану, пока она не умерла в возрасте 85 лет. Ей суждено было пережить своего любовника более чем на 30 лет. 1 февраля 1733 года. Август при смерти. Он страдал диабетом, болезнью которой тогда не было лечения. Помолись же Господу! По свидетельству врачей, в момент смерти Август сильный сам себе закрыл глаза. Врачей, 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 врачей. Удивительно еще и то, что память об Августе сильным. Идет разными путями. Если взять политические результаты, его польской авантюры, то он оставил после себя разрушенную страну. Если же взять длительную перспективу и память о его великолепном дворе и произведениях искусства, то окажется, что он оставил после себя значительную часть тех объектов, которые сегодня делают Дрезден знаменитым и будут привлекать туристов в будущем. Церковь Богородицы Фрауенкирхе в 20 веке будет полностью разрушена и снова восстановлена. Она станет напоминанием о подъемах и падениях в саксонской и немецкой истории. Она символизирует урок, который пришлось выучить Августу, что в войне нельзя ничего выиграть, а в мире очень многое. Хотя он и был похоронен в Кракове, но его сердце покоится в золотой капсуле в католической придворной церкви в Дрездене. По легенде, оно снова начинает биться всякий раз, когда мимо проходит красивая женщина. Перевод на русский язык Игорь Шваб Текст читали Анастасия Гайдаржи и Андрей Юрченко Текст читал Анастасия Гайдарж